Итак, я хочу вам представить человека-легенду, автор метода саморегуляции «Ключ», советский и российский ученый-психофизиолог, кандидат медицинских наук, психолог, писатель, академик Международной Академии Технологических Наук, член-корреспондент Международной Академии Образования и также член творчества Союза Художников России. Встречайте, Хасай Алиев! Приветствую вас, друзья, сердечно приветствую. Естественно, наше поколение жило бы напрасно, если бы мы не могли что-то создавать и передавать вам, чтобы вы тоже могли это развивать, совершенствовать и нести своим детям и внукам. И поэтому я как раз-таки тружусь для того, чтобы вам больше дать. И поэтому, если будут вопросы какие-то, пожалуйста, я скажу. Вначале для тех, кто не в курсе дела, я создавал в Центре подготовки космонавтов модель невесомости у космонавтов в земных условиях, чтобы он мог тренироваться и адаптироваться быстрее там к полете. А это Андреан Григорьевич Николаев, третий космонавт планеты, два же героя Советского Союза. Был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. А потом, через много лет, я был одним из специалистов, который обучал команду Марс-500, международная космическая программа, которая на год уходила в изоляцию. А потом, через много лет, уже была написана метод-ключ, который я создал в свое время, в учебнике Потапова Александра Петровича, в учебнике для 10-11 классов, и там очень важно, Матвеева, и там очень важно, что в отличие от обычной физкультуры, впервые дан критерий и принципы для подбора действий, упражнений, синхронных, то есть резонансных к текущему состоянию человека в моменте. А сам процесс подбора развивает творческий подход, творческое мышление. И Матвеев, Анатолий Петрович, выдающийся специалист, который в Институте повышения квалификации, это все настроено на то, чтобы обучать специалистов по физкультуре, чтобы они это давали детям. Вот чем мы занимаемся. Я вам хочу сказать, у меня есть школа «Человек будущего» «Homo Futurus», в котором я обучаю сотни тысяч людей, это в интернете, кто не знает, может познакомиться и записаться, там метод Клюшко-Сагриева. Из многих стран, для чего мы это делаем? Мы там создаем науку человечности, определяем понятие любовь, сопереживание, созидание, что значит быть свободным, что значит быть счастливым. Счастье – это быть самим собой. А когда много людей вместе, и при этом каждый является самим собой, то это уже то, что нужно. Потому что мы люди, и только когда мы вместе, мы сила. И поэтому очень важно, чтобы мы с вами могли понимать друг друга и понимать, о чем мы говорим. Потому что очень много людей не понимают, что такое творчество, что такое счастье. Это надо вместе все обсуждать и определять сегодня по критериям научных понятий. Потому что даже слово «быть собой» или слово «вместе», или слово «счастье», или слово «любовь к ближнему» каждый понимает по-своему. Поэтому происходят всевозможные разочтения в понимании. Люди не понимают друг друга. И несмотря на то, что все знают, что мир лучше войны, все равно на планете Земля происходят войны. А поэтому нам нужно научиться понимать друг друга. И вот этот как раз-таки учебник, я возвращаюсь к нему, и там есть синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ на трех страничках с картинками. Это пример упражнения и принцип, как подбирать себе лично те действия, которые совпадают с текущим состоянием в моменте, а сам подбор, как я сказал, развивает творческий подход, творческое мышление. А творческий подход – это, друзья мои, это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей – любовь, сопереживание, созидание, чувство бесценности живого, и коллективное творчество. Поэтому я не только врач, не только я художник, я еще и писатель, и у меня 20 книг, и часть из них на английском, на французском, на польском, на болгарском и так далее. Это называется междисциплинарник. Я разными направлениями занимаюсь и готовил олимпийские сборные команды, и международные команды, и по футбольной команде, и по фехтованию, и по баскетболу, волейболу и так далее. Это очень важно. И готовлю я людей творческих и опасных профессий. Я первый выводил, например, в Беслане детей и взрослых из острого стресса, когда они не могли слышать психолога. Такой сильный стресс. Я обучал глухонемых. В Варшаве я обучал институт глухонемых с помощью метода ключа через переводчиков. Потом я обучал незрячих людей. То есть я хочу вам сказать, что есть сегодня технологии, которые обязательно вы должны освоить, чтобы их совершенствовать и что вынести дальше. И вот я могу сказать, что лидерами рождаются или становятся, вот такой вопрос. Каждый человек по природе творец. Он рождается творцом потенциально. Но чтобы реализовать себе это начало, нужно сохранять в себя любознательность, потому что только почемучки становятся великими. Любознательность. И знать, конечно, предшествующую историю человечества. И все вот эти проблемы знать. И еще есть такая школа Трис. Вот ее основатель, Альтшуллер. Это его книжка. Он раньше был писателем-фантастом. Он создал школу изобретательского мышления. Ну, сейчас его, к сожалению, нет, но его ученики, мастера Трис, теория разработки изобретательских задач, а часть из них мои ученики, потому что Альтшуллер их учил освобождать сознание от шаблонов мышления, от страха и авторитетов. И в этом состоянии свободного сознания создавать новое. Потому что мы люди очень эмоциональные. И когда мы недосыпаем, запомните, пожалуйста, недосыпаем, истощены, пережили какие-то стрессы, мы находимся в раковине своего состояния. Мы не слышим никого и не видим. Потому что клетки мозга пытаются накопить запас питательных веществ, и мы не можем быть созидателями в этот момент. Мы не можем быть лидерами в этот момент. Мы спасаемся. Поэтому надо высыпаться, поэтому нужно, как учил актеров Чехов Михаил, как учил Станиславский, снимать нервномышленные зажимы, разминать себе шейку. Делать вот так. У меня есть изобретение. Пять пальчиков переключать нервное напряжение. Когда мы делаем вот эти пять пальчиков и эти десять пальчиков и разминаем ушки, мы улучшаем кровообращение мозга. В клеточки мозга попадает кислород. И тогда мы уже можем быть творцами и созидателями. И можем сосредотачиваться. Потому что без сосредоточения, без нашего внимания у нас ничего не получается. И есть приемы, которые снимают лишнее напряжение. Когда мы в лишнем напряжении, нас трясет. У нас нервная дрожь. Есть такое понятие нервная дрожь у девушки, когда она сдает экзамен. И манраж у спортсмена, когда он готовится к рекорду. Почему это происходит? Потому что повторяемые движения снимают напряжение. Там много чего интересного. Я сейчас заканчиваю, чтобы просто вы понимали, что у нас есть технологии, которые мы хотим, чтобы обязательно молодые люди изучали, понимали, использовали. Потому что мы все стремимся к тому, чтобы оптимизировать наши усилия, чтобы мы могли жить дольше, быть творцами, помогать друг другу, чтобы сократить кризисы и войны на планете и потребность в лекарствах. Потому что, оказывается, организм сам способен, когда снимаешь быстрое средство, включать эндорфиноподобные вещества, которые оздоравливают человека и дают ему хорошее настроение. А восстановление вот этих веществ в клеточках мозга помогает вам лучше учиться, тренироваться, да, и сотрудничать, и создавать новое. Потому что, если человек не будет изобретателем, то, опять же, как мамонты, все вымрут, когда наступит новый ледниковый период, например, или какой-нибудь астероид упадет на Землю. А чтобы мы все выживали, надо всегда адаптироваться к новому и создавать новое, изобретать новое. Я вам пример приведу, что даже мой сын, с которым мы ездили в Бесланы, помогали выходить из острого стресса и детей и взрослых, написал книжечку. Я управляю собой, когда он обучал гимназии детей упражнениям, как снимать лишнее напряжение. Друзья, если есть вопросы, задавайте. Спасибо. Тут у меня, как вы думаете, это Юлия задает вопрос, как вы думаете, лидерами рождаются или становятся. У меня тут написано, я не знаю, это вопрос, который мне задан. На этом вам вопрос задан, лидерами рождаются или становятся. Мы сегодня на эту тему пытаемся найти ответ. Но есть вопросы зала. Сначала давайте вы ответите на него. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, из чего состоит ваш день? Мой день состоит из размышлений. Я пытаюсь понять ответы на многие противоречивые вопросы. Я вам могу сказать сейчас, например, мы с Виссарионом Сибиряковым, который мастер Трис, и с Михаилом Шустерманом сейчас провели конференцию, сейчас провели конференцию, на которой мы всем задали Виссариону Сибиряков вопрос, на который надо ответить в 20 вариантах, как сократить кризисы войны и потребности в лекарствах. И вот все участники нашей школы «Человек больше» и «Фома футурусово», они пишут вот эти вот идеи, как они думают. Виссарион как специалист, мастер будет их анализировать, и мы найдем решение. Потому что если не изобретатели, то кто же найдет выход из тупикового положения, в которое попала сегодня вся планета? Ведь сегодня при переходе на цифровизацию, на интернетовское обучение и так далее, это же по существу новая неопределенность. Так всегда было в веках, когда там, допустим, из механической энергии переходили на электрическую, потом на атомную. Всегда человек попадал в неопределенность, и всегда появлялись проблемы, конфликтные ситуации, войны и так далее. Так вот, мы думаем и приглашаем вас, чтобы наши школы объединялись, таких людей, которые хотят, чтобы был мир на планете, миллиарды людей, и хотят дальше развиваться, а не только защищаться. И поэтому вот, чем мы занимаемся, и поэтому я ответил на вопрос, чем я занимаюсь каждый день. Я думаю, как помочь людям. Я же врач, моя задача в этом. Так, еще вопрос. Еще вопрос. Он немножечко в контексте того, о чем вы говорите. У меня племянник, он, я не знаю, что делать, он много играет игры. Вот, на ваш взгляд, что происходит с человеком, там, с молодым, который зависает в этой истории? Молодец, отличный вопрос. Потому что именно понятие зависания является главной проблемой любого человека. Потому что, когда человек напряжен, он зависает, как компьютер, ему нужно разгрузиться. Именно поэтому люди не понимают друг друга. Потому что всякое напряжение иногда вызывает зависание. У нас приемы метода саморегуляции ключа, это подбор действий разгрузочных. Например, девочка плачет, она разгружается. Мальчика трясет, он разгружается. Голову чешет, жвачку жует. Это разгрузочные действия. Пальцами стучит по столу и так далее. Так вот он, ваш племянник или родственник, он разгружается в играх. Когда он там сидит и там это вот занимается, он разгружается, он отвлекается от тех проблем, которые его напрягают. И он в них зависает. Поэтому, если ему давать. Простейшие приемы, которые снимают лишнее напряжение, он не будет так там зависать. Он будет сам снимать у себя лишнее напряжение. И выходить и зависать. Еще вопрос? Да, здравствуйте. У меня несколько вопросов. Первый. Довольны ли вы тем, чего достигли? И также, бывали ли у вас моменты, когда вы задумывались, я вот взял вот эту цель, но если бы я знал, то, возможно, какие-то препятствия мне бы пришлось обойти. И это было бы к лучшему. Вот молодец. Спасибо большое. Отличный вопрос. Это у всех так. Знаете, если бы молодые знали, как сказано в пословице мудрых, если бы старые могли. Конечно, если бы я знал раньше метод ключевого, который я разрабатываю всю жизнь, вместе со школой, вместе с моим сыном Аленом, психологом, вместе с психологой, моей дочкой Шейлой, если бы со всеми участниками нашей школы, мы совершенствовали меня. Если бы я это знал, когда я был молодой, у меня бы не было сегодня операций на шее, у меня не было бы Титана, который там стоит, мне семь с половиной часов оперировали, потому что я упал на гололеде. Я бы и не упал на гололеде. Потому что вот эти всякие несчастные случаи происходят потому, что нет баланса у человека. Я много летал, помогал людям после терактов, я был сильно не выспавшийся, я после этого вышел, пошел быстрым шагом, у меня было 100 килограмм, был первый лед, не было видно, что это лед, потому что был виден только асфальт. И я прокинулся, у меня позвонок влетел, спинной мозг и разрушил его. И я пять лет не выхожу из комнаты. Пять лет я помогаю людям, чтобы они не попадали в такие ситуации. Потому что я теперь познал, я разработал эти методики вместе с участниками школы Человек будущего, Homo Futurus. Издали мы две книги, они там соавторы этого метода. И вот я вам хочу сказать, если бы, отвечая на ваш вопрос, если бы я знал это раньше, то, что мы сегодня узнали и создали, конечно, я был бы теперь живой человек, я бы бегал, бегал, прыгал, я бы еще больше сделал, а сейчас я только спасаю людей и вам говорю об этом. Друзья, давайте сотрудничать, только вместе мы сила. Конечно, если бы я знал, я был бы здоровее. А поскольку я не знал сегодняшних технологий, я поэтому инвалид тяжеленный. И поэтому, когда вы на меня смотрите и видите, сколько я работаю, и вы удивляетесь, и мне пишут друзья, приезжай ко мне в гости. А я ему говорю, слушай, ну я же сто раз говорил на наших бесплатных вебезах и на вебинарах, что я не могу никуда ездить. Ой, а он не слышит. Потому что он видит, какой я энергичный. Я хочу, чтобы все люди на Земле могли справляться. Вот эти шишки, которые у них в судьбе возникают, чтобы они могли не только падать, но и восстанавливаться, и взлетать. Да, я ответил на ваш вопрос, Виня? Да, и самый последний. Я бы хотела привести пример из своей жизни. Я еще с самого детства мечтала быть хирургом, однако так получилось, что в итоге, в какой-то момент, когда я поступила в колледж, я пошла на другую профессию, потому что я считаю, что нельзя зацикливаться на одном и нужно развивать сразу несколько сфер. Вот. Потому что я считаю, что в УДФМ это очень поможет при развитии. Но большая часть моих родственников не поддержала моего выбора. Конечно же, я все-таки поддерживаю свой выбор, и я считаю, что я сделала правильно. Я хочу окончить колледж с этой профессией, а на вышку уже пойти на хирургию, как я и хотела с детства. Как бы вы это прокомментировали? Я считаю, что мы очень мудроем, потому что именно чем больше любимых дел, тем больше точек опоры. Не получается в одном, ты черпаешь энергию для уверенности в другом. Нам раньше говорили, не разбрасывайся, сосредоточься, это правильно, но при этом у нас раньше при социализме было много кружков и по пению, и по танцеванию, и по физике, и по химии, и по земледелию, но разные кружки были, и по инженерному делу, и так далее. То есть, в принципе, мы разбрасывались, но это не разбрасывание в прямом смысле слова, это наоборот, это точки опоры, которые вас поддерживают. Поэтому я считаю, одно какое-то дело, которым вы профессионально занимаетесь, и досуги должны быть в большом количестве, которые черпает человек. энергию для того, чтобы основное дело развивалось хорошо. А когда вы любимое дело делаете хорошо, вы становитесь постепенно из неповторимого становитесь необходимой, и люди начинают вас слышать, и вас поддерживать, и даже деньги платить на выживание, на жизнь. Очень... Спасибо. Еще есть вопросы? Здравствуйте. Я собираюсь поступать на медпрофессию, и хотел бы спросить у вас, какие бы авторов или какие книги вы бы мне посоветовали прочитать? Ну, во-первых, мне однажды мой друг, который сказал, что какие могут быть лучше книги, чем книги о том, чтобы человек научился управлять своим состоянием. Поэтому я шутя могу сказать, в первую очередь, я хотел бы вам посоветовать, чтобы вы прочитали мои книги. Вот смотрите, «Защита от стресса». Как сохранить и реализовать себя в современных условиях. И вот здесь девочка, которая вот у нее на картинке, там я был еще молодой, она стоит и вот вообразила себе, что руки расходятся, и у нее руки пошли автоматически. Это не механическое движение, а идеорефлекторное, основное на рефлексе. И подбирая эти движения, человек развивает свое творческое сознание. У меня таких книг много, 20. Я вам хочу сказать, вот последние книги, которые мы с участниками «Школы Человек будущего» написали. Новый прием метод «Ключ» «Белые стороны, черные дыры страха». Это как использовать страх как ресурс мощнейший любого человека перекидывать это нервно-психическое напряжение на решение ранее нерешаемых вопросов. Если вы испытываете страх, нервный стресс, если вы тут же вспомните три каких-то вопроса, например, которые у вас не решены, например, я хочу вечером картину дописать, или там у меня важная встреча, я не знаю еще, как ее дописать, нет настроения, но вот у меня, я ловлю стресс. и когда дожидаюсь какого-то стресса, или вот мне позвонили какой-то больной, помогите мне ребенок, я начинаю с ним работать, у меня стресс, я тут же вспоминаю три нерешенных вопроса, и энергия вот этого напряжения, энергия страха, что я могу не справиться, или еще что-то, автоматически, так работает мозг, это я вычислил, переходит, как в Айкидо, на решение тех нерешенных вопросов, и вечером я дописываю картину с удовольствием, и вам желаю, чтобы когда у вас страх, нервное напряжение, что вы могли использовать энергию страха, такого в мире не было, никогда, это в нашей школе человек будущего, хомо-куторус, а теперь сотрудничество с вашей школой, и поэтому мы вместе это можем разрабатывать дальше, оказывается, страх можно использовать для своей пользы, а не только для того, чтобы потом заболеть, или там потом что-то накрутить себе, вот это при зависании, о котором мы говорили, бывает накручивание, у человека нога заболела, и он начинает накручивать, а вдруг я в больницу попаду, или еще что-то, и он начинает накручивать, и в любой неопределенности люди себе могут накручивать, потому что ими могут манипулировать, ну, у нас же доброта правит миром, в принципе, миропонимание правит миром, в принципе, ну, на большом стратегическом участке жизни, в тысячелетиях, всегда правда выйдет, ну, тактически, локально, очень много людей больных, которые самоутверждаются, комплексы у них, которые пытаются манипулировать, тактически, и вот поэтому я уверен, что все-таки правда и доброта правят миром, как говорил Достоевский, красота правит миром, но добро и зло, вот, это понятие такое, когда ребенок, например, во сне летает, это первые ощущения внутренней свободы, которые позволяют ему, потом и взрослому, отвечать, что белое, что черное, правда, лжи и так далее, я вам хочу сказать, мы обучаем школе выходить из вот этого состояния зависания в неопределенности, на состояние безмятежности, где нет страха комплексов и стереотипов, вот в этой книге это написано, в этом состоянии мечтать о желаемых переменах в себе и в будущем и решать те вопросы, которые в обычном состоянии решить не можем, так что, друзья, вот что развивается у человека лидерские качества, я говорю об этом уверенно, а когда человек говорит уверенно, такое ощущение, что он знает, о чем говорит, но иногда этот рефлекс подражения нам мешает, потому что иногда люди не знают, о чем они говорят, но бывают исходно такие уверенные, что мы невольно думаем, что они знают, что они говорят, поэтому надо всегда анализировать, сегодня интернет такой, всегда проверяйте экспертов, которые дают советы, читайте их биографию, что стоит за их плечами, поэтому я начал говорить о том, чем я занимаюсь, про Марс 500 и так далее, про теракты и так далее, чтобы вы знали, всегда проверяйте, и не верьте так, сегодня век интернета, просто так не верьте, когда что-то там говорит человек, и пытается вам что-то внушить, проверяйте, вот это есть любознательность. Спасибо большое, Хасай. Могу сказать одно, что у нас есть встречи, причем они абсолютно бесплатные, как Ликсбес в интернете, появится в конце наш телеграм-канал, обязательно подпишитесь, вы будете в курсе, и все вопросы показывают методики, как выйти из этого состояния, Хасай живой, он делится, причем в открытую, то есть не скрывает ничего, как многие специалисты пытаются что-то утаить, то у Хаса этого нет, и действительно мы с ним сотрудничаем, у нас одна задача, чтобы как раз воспитать, нет, точнее неправильно, сформировать успешное поколение, которое сможет изменить мир, и найдет на этот вопрос, как можно сделать так, чтобы в мире было как можно меньше войн, и люди принимали как можно меньше лекарств. Ребят, мы по спичу просто ограничены, поэтому... Спасибо вам большое. Сейчас еще один просят вопросик, быстро, лаконично, быстро. Интересно, ваша позиция касательно трансформирующейся системы образования в России конкретно, сейчас происходит такое столкновение новых технологий, как раз онлайн, и предыдущей модели образования, и сейчас магистратура немножко в отдельную историю в России меняется, вот интересна ваша позиция на эту тему и будущее немножко в сфере образования, думаю, для всех это будет очень интересно, это первое. А второе, сразу, это пандемия, риск больших городов на примере COVID-19, как быстро распространяется болезнь по сравнению с другими городами, и интересно понятие тенденции децентрализации в будущем, где все-таки люди будут больше стремиться жизни в больших городах или в малых, вот как вы считаете? Вообще, насчет образования, я вам хочу сказать, образование у нас порушенное, потому что раньше у нас школа была доступна любому человеку, она была бесплатная, и педагоги тренировались, учились, ну, у нас, я помню, учители, очень хорошие педагоги были, сейчас вот у нас, когда всех повернули на деньги, и говорят, если ты умный, где твои деньги, и вот это все заточили на деньги, рушится и образование, и все рушится, я не знаю, кто со мной может и не согласен, кто и согласен, я считаю, что впереди свет есть, свет есть в конце туннеля, и опять образование начнет становиться лучше, но без вас этого не получится, потому что роль личности в истории всегда очень высока, так или иначе, если вы будете заниматься любимым делом, открывать у себя свой потенциал, использовать даже энергию страха для своих новых достижений, как стресс-трамплин, вы как раз-таки те люди, которые поднимете образование, поднимете уровень состоятельности людей, поднимете их благополучие, без вас никак это не получится, поэтому я вам хочу сказать, что относитесь к жизни, хотя не всем позволено делать, хотя есть какие-то ограничения, временные и так далее, но на самом деле только почемучки и Созидатели, они помогают людям, поэтому будьте почемучками, не стесняйтесь самому себе задавать вопросы, не стесняйтесь, если вы слышите какие-то лекции или там учитель какой-то что-то рассказывает, действительно, если он скажет, задайте вопросы, не стесняйтесь, задавайте вопросы, только от вас сейчас зависит, потому что куда мы денем, все, мы уже люди, как говорится, пожившие, а от вас зависит все ваше будущее, и вообще, я вам скажу, друзья, нам иногда кажется, что где-то кто-то там за нас что-то решает, нет, вы это решаете, вы, поэтому помните это, от вас зависит ваша жизнь и будущее планеты, до встречи, друзья. Асай, подождите, еще один вопрос, прям просят, просят. Вопрос один, вот я смотрю на вас, вы очень позитивный, достаточно жизнерадостный человек, вот как вы таким остаетесь, вот знаете, вот моя бабушка, она постоянно идет негатив, когда с мамой разговаривает, дальше, она вот грустит, проблемы все вот эти высказывает, такое ощущение, как будто у нее энергии уже не осталось, а у вас вину в ней много, можете сказать, вот совет какой-нибудь дайте. Я дам совет, пусть ваша бабушка выходит на наши бесплатные ликбезы, подпишется на наш канал, YouTube канал или Telegram метод ключ Хасая Алиева, подпишется, чтобы все время видеть, там очень много людей в Zoom выходит, совершенно бесплатно, в Zoom выходит, делится опытом между собой, у нас такие есть выдающиеся люди, с такими изобретениями, с такими наработками, там делится и вот ваша бабушка, она вдруг увидит, почему она ворчит, например, почему вот бабушки ворчат, тапочки не туда положил, не покушал, ну-ка сядь покушай, ну сколько можно говорить, давай вставай, проснись, кто рано встает тому, Бог дает, а он, допустим, доспать хочет, а если он не досыпает, он потом ошибки делает и так далее, в общем, много всяких вот этих противоречий, так если бабушка или тетя, или папа, или мама будут смотреть наши ликбезы и наши вебинары, очень доступные для всех, они если будут смотреть и участвовать, вот мой вам совет, у нас конструктивно, практично, на всей планете, впервые, поэтому у нас называется школа человек будущего, Homo Futurus, и поэтому, поэтому, в Болгарии, например, я подарил это название болгарскому издательству Homo Futurus, там мой друг раньше в Болгарии, замминистра иностранных дел, потом был министром иностранных дел Васил Банчев, его жена, Савка, журналист, и Васила, сын Баян, они держат это издательство, и там много книг выпустили, первые пять книг мои были, я почему об этом говорю, что это и в Болгарии, и в Польше, где я работал, и в Италии, и в Америке, где я работал, и так далее, в Канаде, например, когда я по телевидению Тентен выступал 10-10, там мне один канадец сказал, мы никогда не думали, даже в диких снах, что нас будут учить свободе человек из России, а потому что у меня этот ключ, когда вы подбираете действия с синхронной текущему состоянию, снимаете стресс, и вы выходите на состояние раскрепощения, чему учил Станиславский, Чехов, и все во друг друга учим быть свободными, а когда человек не может быть сам по себе свободным, он зависает на играх, как говорили, зависает на наркотиках, зависает на алкоголе, на сигаретах и так далее, и вообще зависает на чем-то плохом, а надо, потому что без зависимости человек жить не может, и я тоже зависим от рисования, когда я рисую, я получаю удовольствие, а он получает удовольствие, когда водку пьет, вот в этом разница, то есть по существу я хочу вместе с вами, чтобы мы людям показали и тете вашей, и бабушке вашей, путь есть к свободе без зависаний и без ворчаний, потому что оказывается, расскажу вам секрет, психоанализ, о котором вы слышали много раз, метод психоанализа, на самом деле основан ни на каком, ни на анализе, а он основан на выговаривании, поэтому когда ваша бабушка ворчит, она себе делает разгрузку, так вот я вам сейчас скажу последнее наше изобретение, если пять минут в день любой человек закроет дверь, чтобы не подумали, что он уже тю-тю, чтобы ему никто не мешал, и будет ходить по комнате, ворчать сколько он хочет, делать те движения, которые ему нравятся, плакать сколько хочет, смеяться сколько хочет, то есть пять минут в день побыть ребенком, то человек и выздоравливает, и у него появляется уверенность в себе, и экзамены лучше сдает, и выступления лучше производит, все у него происходит лучше, пять минут в день побыть самим собой, заниматься любимыми делами, потому что дети, когда маленькие, хочет, ножкой топнет, хочет поплачет, хочет заснет, он тебя не заставляет, а вы взрослые люди всегда себя заставляете, потому что сила воли, потому что мы воспитанные, вести себя не так, как хочется, а так, как надо, а иногда хочется побыть собой, и вот поэтому я рекомендую пять минут в день побыть самим собой, побыть ребенком, и в святых писаниях где-то написано «Будьте как дети и спасетесь». Касаемо не можем вас отпустить, еще один вопрос. Давайте. я хотела спросить, у меня брат, он целыми днями сидит на диване, играет в телефон, он даже не может ждать год на хорошие оценки, и он не хочет учиться, он ничего не хочет делать, и от всего отказывается, даже там, например, сходить, поиграть в бильярд, или что-нибудь в этом духе. Ну, вот ему сколько лет? Вопрос, что делать? Сколько лет? Брату 15 лет, можете как-нибудь там сказать, что делать? Конечно, мы только этим и занимаемся, что помогаем все время. Пожалуйста, пусть, это бесплатно, пусть мне напишет в WhatsApp, или в Телеграме, что договорились на встречи, что я дам ему советы, мы с ним поговорим 10-15 минут, я подберу, помогу ему в первый раз в жизни подобрать действия, которые синхронны его в всего текущем состоянии. Может, хвост, может, лыжник, может, шалтай-болтай, может, плавательные движения, может, дирижирование, может, на барабане поиграть мнимым, может быть, как тарелочку помыть, Агата Кристи все свои произведения написала «Моя тарелки», потому что повторяемые движения снимают напряжение и дают свободу мозгу думать, изобретать. И Пушкин, когда писал свои произведения, на его полях произведения в рукописях «Женские головки» и его портретики, то есть, когда человек сопровождает мыслительный процесс разгрузочными, автоматическими действиями, автоматическими, у него голова лучше соображает. Видите, какие вам тайные работы мозга открываю, и поэтому, пожалуйста, пусть он мне напишет, я ему подскажу, ему подобрать его действия, может, он любит вот так сидеть по столу, стучать. Вот это уж мне рассказывал, я готовил молодых актеров в Шикинском училище и курсы проводил, и это уж мне говорит, ты прав, потому что я когда нервничаю, я сижу, говорит, и вот так рукой постукиваю, а я говорю, это потому что повторяемое движение снимает напряжение. Ну вот дело в том, что если вот эти инстинктивные действия, голову чесать, зевать, плакать, это инстинктивные действия, защищающие человек, делать осознанно в виде упражнений, то оказывается у человека восстанавливается здоровье, и потом он может снимать стресс и лишнее зависание без упражнений, захотел и снял. Вот для чего нужен наш метод ключ, синхрогимнастика по методу ключ. Пусть он мне напишет в WhatsApp или в Telegram, что вы о нем побеспокоились, я сказал, и подберу, и помогу, и все, кто хочет, пусть пишут. Пожалуйста. Спасибо большое, Хасай. Юля, я очень горжусь тем, что вы меня пригласили, я очень горжусь, что у меня такие друзья, и вам огромная сердечная благодарность от меня и от всей нашей школы. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.